Украина все больше старается вписаться в западные тренды, подгоняя свое общество под чужие лекала и забывая о собственной истории, культуре и традициях. Уже второй за полгода гей-парад пройдет в Киеве, на этот раз под броским названием «Квир-пропаганда-фест». Западный путь требует жертв и не только исторической памяти, но и здравого смысла. На фоне всеобщей мобилизации, когда на фронт отправляют всех без разбора, включая тяжело больных, украинские депутаты обсуждают вопрос о равноправии на передовой и предлагают расширить круг защитников. Сегодня в программе «Только по делу» мы будем рассуждать, к чему могут привести решения украинских элит и что останется от страны, которая так старается угодить чужим идеалам. Меня зовут Владислава Супруновская, давайте начинать. Киев снова готовится к радужным шествиям, и в этом нет ничего удивительного. ЛГБТ-движение на Украине активизировалось и организует второй за полгода фестиваль. Шествие пройдет уже через неделю. На два дня столицу загрузят громкими заявлениями о правах и свободах, новые лозунги и, конечно, привычное стремление Украины приобщиться к западной цивилизованности. Парад стал символом изменений, в которые страна все глубже погружается, перенимая чужие идеалы, позабыв о собственных. Еще летом подобные радужные марши в Киеве прошли с препятствиями. Участников тогда не только дружно задерживали ТЦК. На пути радужной демонстрации повстречалась колонна неонацистов, в связи с чем парад завершился, пройдя всего каких-то 100 метров. Но Запад же сказал обязаны, вот и Украины отвечают есть. Теперь в помощь активистам готовы встать и полиция, и законодатели. К слову, похоже, триумф случился пару месяцев назад в Харькове. Чтобы не привлекать слишком много внимания, шествие организовали на автомобилях, видимо, чтобы избежать столкновений. Радужный автопробег тогда даже возглавили полицейские, которые не так давно активно отлавливали граждан в рамках мобилизации. Но для поддержки западной повестки все средства хороши, полицейские тут как тут. А за ними и армия. На украинских недопарадах, похоже, теперь вся страна в одном строю. Все это явно тревожный симптом. Украина стремится уничтожить любые остатки прежней идентичности и стремительно заменить их на экспортные идеалы. Западные кукловоды и политики активно поддерживают эту трансформацию, и ЛГБТ-меньшинство с готовностью демонстрируют, насколько успешно новые порядки приживаются. Если раньше Украина привлекала своими традициями и культурой, то теперь имидж страны перевернулся с ног на голову. Согласно украинским же данным, каждый 14-й солдат ВСУ – представитель радужного безумия. Причем они жалуются, что хотя всячески поддерживают официальную позицию страны и Зеленского, правительство их все равно недооценивает. Все доходит до того, что в городах появляются мотивирующие плакаты для призывников с радужными флагами и слоганами вроде «Нам есть что защищать». Только вот остается вопрос, что конкретно они призваны защищать – радужные ценности или Родину? Или Родина для них это и есть сообщество гомосексуалистов? И пока страна увлечены маршируют по западной повестке, новые призывники отправляются на фронт при любых диагнозах. Как недавно заявила глава Временной комиссии Верховной Рады, украинские врачи получили указание признавать всех мужчин годными к службе. Негодных на Украине нет. Мобилизационные планы выполняются любой ценой. Депутат Александр Федеенко сообщает, что военкоматы берут даже тех, кто болен туберкулезом, ВИЧ-инфицированных и глухонемых. Он даже приводит пример в случае из Одессы, где у мобилизованного бедолаги по итогам врачебной комиссии были выявлены следующие недуги – умственная отсталость, серьезное нарушение речи и частичная атрофия мозга. Негодных нет. Все пригодны. В Украине не готовы к компромиссам. Больны? Лечитесь на фронте, там все это пройдет. На этом фоне звучат откровения другой депутатки Марьяна Безуглой, которая считает, что Украина упускает важный ресурс, не привлекая к боевым действиям женщин. Равноправие, по ее мнению, обязано быть во всем, даже в призыве. А женщинам нужно активно идти на фронт. Это уже не звоночек, это набат, который бьют изо всех сил. В стране творится неладное, но украинцы не слышат. Наглушены радужной повесткой и прочей мишерой западной идеологии. В этой безумной гонке за толерантностью местные политики, кажется, окончательно потеряли нить реальности. Страна погружается в полное забвение собственной идентичности. Вместо того, чтобы думать о настоящих нуждах народа, власть гоняется за абсурдными идеями и затем внедряет их, словно это и есть единственный путь к светлому будущему. Украина исчезает на глазах как государство. Народ теряет идентичность. Общество превращается в пустую оболочку, поглощенную западной пропагандой. Простые люди остаются в стороне, без голоса и без надежды. Это была программа «Только по делу». Встретимся на следующей неделе на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Субтитры создавал DimaTorzok